Здоровки, амиго. Погнали, посмотрим видосичек. Вечер добрый, господа. Сегодня будем смотреть вторую часть истории прибора. Да, я прекрасно понимаю, что вам подавай NLC, OP2, Miserie No Death Run и всё такое прочее, ведь вы серьёзные мужичары, которые любят вызов. Но почему тогда я не встречаю вас в морских баталиях? Ведь ворду... Итак, мне на глаза... Блин, интегра... Интеграцию в самом начале прям вбахал. Абсолютно случайно попала вторая часть модификации История Прибоя. А так как я обожаю модификации и большой фанат Истории Прибоя, потому что я купил эту хуйню в 2008 году, не долбоёб, я просто не мог пройти мимо. Плюс она имеет уникальный сюжет, который заключается в том, что теперь мы расследуем загадочное появление в зоне форм жизни инопланетного происхождения. Ну, звучит так, как будто этому сайту можно верить. Также здесь написано, что к мутантам, уже существующим в зоне, прибавились инопланетяне, названные чужими и хищниками. Какова их роль в игре вам предстоит узнать, поиграв в игру. Ам, грамотно, и что немаловажно, мудро сказано. Поэтому пизду этот сайт, нахуй. Запускаем это творение. Тут всё как надо. Какая-то чёрная ебота с аватарок 2007 года. Здесь у нас название, конечно же, на английском. Ну, что тут сказать. Как и всякий контент-мейкер, латент я, конечно же, одобряю. Трэд не одобряю. В любом случае, новая игра. Погнали. Сразу хочу отметить загрузку. Она чудесна. Видимо, в зоне действительно какой-то небывалый замес, ибо к нему подключился... КСГО сюда подключился. Включился даже Чубака со снайперской винтовкой. Какой-то, блядь, спецназ. И видно, что они вогнали в отчаяние своих противников. Далее идёт вступительный ролик. Здесь у нас меченый Чилову подходит к каким-то пробиркам с людьми. По-моему, третью часть пропустил. Видимо, из Матрицы. Смотрит на всё это дело. Говорит, чьица хуйня, блядь. Достает АКСу и охуенно без задачи по ним зажимает. После чего всё вокруг начинает рушиться, и меченый убегает от чудовищной красоты взрыва. Далее мы понимаем, что всё это происходит на ЧС. А меченый ебучий Человек-паук, ему похуй, он хуячит по каким-то балкам прямиком ввысь. Затем прыгает из ебеней на ПТР. Залазит у него. И отправляется кататься, снося стены. Сшлагбаумы. В общем, всячески хулиганит, на чём этот ролик и заканчивается. Ну что ж, пришло время насладиться геймплеем. Пока отличий никаких, единственное, что лейтенанта Степчина нет на месте. Следовательно, залутаться не получится. Так что идём выполнять мейнквест, попутно впитывая информацию через криво переведённые надписи на экране. Центр приём, как слышите, я прибыл на военную базу, бля. Сука, чё? Абонент вне доступа сети. Понятно. Отличный перевод. Также, помимо проблем с текстом, тут какая-то проблема с тенями, но у неё-то решение простое. Ооо, как же похуй. В общем, сперва нам необходимо пообщаться с командиром блокпоста. Если что, тут можно кататься на различной технике, поэтому ебенем к нему на Ниве. Ну, руки не заняты, рулю чем хочу. Запомните, ваша основная задача это собрать всю информацию про организацию, хуй организацию. Опять собирать, видимо, документы по всей зоне, очень увлекательно. Залетаем к майору Сидоренко. Уже замечаю не канон, у прибоя была прекрасная аватарка, что, бля, с ней сделали, что это за бездарь. Приветствую, какими судьбами? Да я даже хуй знает чё ответить, бля, потому что здесь даже реплику не уместили. Ладно, поебать. Здесь, кстати, есть озвучка реплик персонажа. Правда, не до конца, потому что, блядь, нахуй вообще это надо. Монстры. В общем, сам еле выбрался. Понимаю. Просто хуй забил, блядь, одно предложение озвучил. Из разговора мы узнаем пару важных вещей. Первое. Это оружие нам не дадут. Ну, правильно, нахуй оно нужно. Второе. Это надо навестить Сидоровича, чтобы забрать какие-то документы. И еще он делится с нами информацией Косэма Тайника. Также он готов выделить нам сопровождение до деревни в виде Петра Сухого. Но пошел он в хуй, поэтому отказываемся и идем к БТРу. Вы посмотрите, ля какой, ля. Ой, бля. Сука, ну... Ладно. Охуй. Также некие проблемы с крышей, но оно же едет. Поэтому отправляемся в деревню. Как обычно, в трех кадрах. Причем лагает на том же месте, что и первая часть. Блядь, ебать. Я, конечно, понимаю, что проработка приборной панели максимально, но игре 30 лет, бля. Можно поиграть. Доезжаем до деревни. Боремся с невидимым забором. Серьезно? Терпим поражение. Все, иди нахуй вообще. Подходим к Бороде. Это нынешний главник этой деревни. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Ну, охуеть. В общем, он дублирует нам уже сказанное и отправляет за снаряжением. Дальше можно спросить про организацию Амбрелла или где взять водки. Ну, то есть равные по значимости вопросы. Скипаем это говно и идем забирать тайник. Организация Амбрелла, да? В которой всего лишь Скорпион. Ну, для борьбы с инопланетной угрозой сойдет. Далее залетаем на хату, в которой лежит наше снаряжение. А че инопланетную угрозу в виде Венома не сделали? Было бы прикольно. Не. Бля. Куда же открыть дверь? Ну, очевидно, что себе в лицо. Ну, конечно же. Забираем все, что там было. Не забываем разъебать хату, после чего двигаемся к Сидоровичу. Ебать. Бункер пустой, все как нужно. Единственное, что документы теперь не валяются на полу. Они в ПДА. Текст, кстати, абсолютно аналогичен первой части. Очень интересно. Забиваем на него хуй и идем искать тайник, оставленный Сидоровичем. Он, как и обычно, в заколоченном доме, в той же самой комнате. Единственное, что теперь в нем меньше вещей. Не то, чтобы меньше, в нем вообще их нет. В документах говорится о том, что на территории Украины действовала секретная организация, которая работала над чем-то ужасным. Видимо, над этой модификацией. И то, что уже пора начинать играть, ебать, исследовать местность и допрашивать людей. Ну, кто я такой, чтобы спорить с виртуальной бумажкой? Сперва отправляемся на блокпост под мостом. Делать мы будем это на УАЗе, потому что мне вообще обещали чужих с хищниками. Сука, тренд напал. Хищника я, конечно, не нашел, но какой-то новый организм мной все-таки был найден. Так, оно кричало. Следовательно, оно живое. Надо посмотреть. Угу, какой-то, блядь, гуль. Как выяснилось, ничего интересного. Садимся в машину и едем дальше к блокпосту. Как бы некогда сражаться с бомжами, нас ждут дела. Аккуратно паркуем свой УАЗ. Сука, переебнула еще. Далее подлетаем к Кузнецову. Он тут нам травит какую-то байку, после чего выручает амуницию. Во всяком случае, так должно было быть, но на меня во время диалога напал мормок. Ебать, что ты тут делаешь, нахуй. Выбор невелик. Отстреливаем его, забираем дедовскую винтовку, завершаем диалог, получаем всякие плюшки. И идем искать броню, потому что нам ее так и не дали. Благо одежда четкого пацака в соседнем доме. Чекаем задание на тичерте ЖЧС. Ясно, обязательно найду. Так же из ясного. Все, что есть на карте, по каким-то неведомым причинам, непонятным, стекается к нам, чтобы дать нам пезды. Я назвал это эффектом прибоя. И если бандитов я хотя бы могу переагрить, просто встать рядом с кем-нибудь. И так как они кривые долобебы, они попадут в военных и начнется ебка. То мутантам вообще поебать, даже если с ними уже стрелялись. И они случайно увидели вас краем глаза где-то там на горизонте. Ждите, они идут к вам. Ладно, вернемся к поиску инопланетной заразы. Сперва, правда, необходимо дать пизды бандиту на КПП. Потому что всем, кто там есть на него, соответственно, похуй. Блядь. Ладно, идите оба нахуй. Потом он все-таки умер и выдал лучшую озвучку смерти. Жалко парня. Оббираем его и переходим на свалку. И так как в одной из миллиардов всплывающих строчек на экране было сказано, что расследование лучше начать с бара. Туда мы и отправимся. На своем БТРе, который любезно заспавнили через 50 метров после перехода, по пути можно пострелять по бандитам, которые перестреливают со сталкерами. Они все равно будут вас ебашить, потому что, ну, эффект прибоя. Затем едем на блокпост долго. Слушаем, какие они пиздаты. Подходим к капитану. Он говорит, передай привет бармену. Мы говорим, окей. И вот мы на территории бара. Здесь, как всегда, 148 тысяч собак, два кабана. Ну, ровно столько, чтобы вас все к хуям залагало. Пробегаем дальше. Видим труп некого наемника. На этом моменте, наверное, нужно было поинтересоваться, с хуя ли он тут лежит. Но я забил хуй. Ебать. Приехали. Загружаемся. В этот раз я решил рассказать долго, что у них творится какая-то хуйня. Так, как тут жаловаться? К сожалению, такую функцию не завезли. Мне бы аптечка не помешала. Бля, пошел ты нахуй. В этот раз труп уже не валяется. Просто ебучая игра не будущего. Проходим до места смерти. И замечаем странного враждебного паренька, который смотрит в стену. На него, конечно же, всем похуй. Давайте ебанем его, глянем, кто это. Монолит. Понимаю. Ну, разъеби меня еще. О, это я вовремя зашел. Как раз в Вьетнам, бля. Если твоя особа приключений ищет, то считай их здесь выдают. Да я вижу, блядь. Полторы минуты стреляемся за бомжами. После чего лутаемся и бежим в бар. Где сразу же ловим пизды, потому что воровать оказывается нехорошо. Нихуя. Да алло, блядь, за что? Хуя себе, за воровство в текстуру просто можно отлететь. Меня пиздит, я всегда так делал. Ну все, теперь замочу уродов. Сука, я спецагент вообще-то. Как бы на этом опиздюливание не закончилось. Да сука, блядь. У меня вообще-то бумажка, нахуй. Я могу ходить, что хочу делать, блядь. Ебать вам пизда, нахуй. На этом моменте... О, там музычка Нирвана чисто играла, что ли. ...меня захлестнула жажда мести. И я совершил поистине низкий поступок. Я спиздил... Ну я бы больше оценил бы, если там король и шут, что-нибудь такое играло бы в баре. Нормально. Машка, нахуй, я могу ходить, что хочу делать, блядь. Ебать вам пизда, нахуй. На этом моменте меня захлестнула жажда мести. И я совершил поистине низкий поступок. Я спиздил энергетику у деда. После чего выманил его из бара и выстрелил ему в лицо. Стой, стрелять буду. Ага, тоже далеко не уходи. Да не. Ой, блядь. В общем, загружаемся. Идем забирать документы Сидоровича, которые лежат в сложнейшем сейфе, открывающемся только под определенным углом. Перед этим, естественно, также у них все пиздим. В этот раз обойдемся без драк, ведь мы разумисты. Стой, стрелять буду. Обязательно. Хуя он объявился. Далее подходим к бармену. Что это за косплей горбатой горы? Здравствуйте. Сидорович, тебя ждал в задней комнате на несколько... А ты тонкий ценитель, да? ...часов назад ушел. Хэм, блядь. Где-то я это уже видел. Кстати, в документах, которые я достал, меня также отправляют на янтарь, поэтому я решил забить хуй и окунуться в мир азартных игр от Дона Реба. Это кликуха бармена, если что. В общем, на выбор нам предоставляют сыграть в очко и тест на знание зоны. Да, выбор невелик. Также есть угадать шарик и число, но это уже совсем хуйня. Также есть хороших новостей. Для игры нужно 5000 рублей. Я ебал. Продаем всякого говна. Давай играть на знание зоны в очко мы с тобой сыграть в любом случае успеем. Нет проблем, держи деньги. Итак, с помощью части тела каких мутантов ученые изготавливают ряд лекарств, самым распространенным из которых является противорадиационная сыворотка. Ебать. Лучше бы, блядь, в очко играл. Далее после двухсекундного шевеления мозгами в моей умной голове я выдал идеальный ответ. Ну, кровосос, какой нахуй еще? Кто такой, блядь, псевдопес, ебая? Он же вообще кончик, типа. Кровосос есть, неудача. Минус 5к. Ебать, сын шалалы. Выходи, блядь, пиздиться будем. Пошел ты нахуй вообще, блядь. С дружками своими в очки играйте, блядь. Друг друга, сук. Разозлился. Да, вот так вот. Как легко проебать 5к, да? Не, это было хорошо, это было прям, прям, nice, very good. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.